здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале в этом видео хочу показать вам еще одну уроженку эквадора это мы сдавали ментусай и это первое цветение и первое домашнее цветение данного растения приобретала я это мы сдавали в конце 2020 года уже в конце ноября стояли по довольно таки прохладные погоды но как раз было то что ей и нужно поэтому я рискнула и приобрела ее у меня было раньше около пяти или шести маздывали в основном все видовые но виду нашего жаркого лета я все их продала со всеми рассталась оставила только дайку ману от нее точно не смогла отказаться она у меня цветет хотя в этом году что-то я не вижу у нее цветоносов но у меня в этом году почему-то все орхидеи запаздывают с цветением но посмотрим но настолько они мне нравятся что я все же восполнила свою коллекцию несколькими экземплярами но и вот одна мы сдавали сейчас перед вами на экране это было всего лишь а три листика и четвертый был совсем маленький уж поверьте на слово но я знала что приобретаю вот покажу вам бирочку хотя тут упала все стерлась но видео будет подписано так что вы увидите как пишется название этой орхидеи и за весь этот период это получается уже год и несколько месяцев вот что мы нарастили это орхидея очень привлекла мое внимание своей редкой такой формой от цветка и безусловно конечно цветом очень яркий оранжевый цвет и вот такие интересные у нее цветочки даже мог тут у нас растет так что мне кажется что растение прошло адаптационный период и к тому же порадовал меня своим цветением очень интересные цветы я их рассматривала под лупой и форма такая интересная такая трубочка гофрированная трубочка и фактура цветка такая как будто лаковая что ли сейчас попробую вам приблизить вовнутрь заглянуть очень там все так интересно но конечно все это очень маленькая сами цветочки около трех с половиной сантиметров а длиной и мне еще нравится то что цветоносы такие короткие а листики около восьми сантиметров в общем очень компактная очень миниатюрное растение есть еще и желтая вариация мы сдавали мендузая но я очень обрадовалась когда она зацвела таким ярким мандариновым оранжевым цветом вот эти цветочки что по бокам они еще если можно так выразиться полностью не распустились вот этот уже набрал и длину и ширину гофрированной такой красавчик ну а эти по бокам им еще нужно несколько дней но все таки я решила запечатлеть эту красоту и показать вам есть у меня а в планах впоследствии сделать обзор всех моих маздевали их у меня немного всего лишь четыре но все же я думаю вам будет интересно как я уже сказала о родом этом издевалия из эквадора где произрастает на высоте от 1800 до 2400 метров над уровнем моря и относится она к холодному температурному режиму в идеале для неё лето это не выше плюс 16 плюс 20 днем 10 16 ну а в зимний период где-то 14 16 градусов дневное время ну и ночью плюс 12 очень важен для неё перепад хотя бы 4-6 градусов но температуры конечно можно сказать экстремальные в моем климате таких нет ну уж очень я постаралась сохранить это растение нравится мне маздевали так что придется немножко с ними повозиться посажена она у меня такой маленький пластмассовый горшочек а субстрат и это кора мелкой фракции корни папоротника и небольшое количество угля но тоже мелкой фракции и по поверхности лесной мох в последнее время он меня стал приживаться на блоках горшочки даже и не знаю по какому случаю праздник влажность ей нужно сравнительно высокая не ниже 65 процентов но с этим у меня проблем нет слава богу так что влажность у нее отличная маздевалия мендузая любит яркий солнечный свет когда она находилась на уличном содержании а это с середины апреля до конца ноября даже до начала декабря то она у меня получала прямые солнечные лучи но конечно только в утреннее время также можно и в вечернее время это смотря каком месте вы будете ее выращивать что касается полива то вода у меня дистиллированная есть у меня некоторые орхидеи несмотря на то что грузии у нас вода мягкая я держу дистиллированную воду для их полива поливала каждый день и до сих пор поливаю ну а в летнее время и это два раза в день потому что горшочек маленький и в наших температурах просыхало все довольно быстро занесла я ее по моему даже в первых числах декабря так как погоды позволяли и она просто блаженствовала при низких температурах но уже тогда были видны и зачатки цветоноса я не скажу чтобы они росли довольно быстро где-то больше двух месяцев получается да ну и вот вуаля мы лицезреем эти прекрасные цветы удобряю я ее крайне редко получается где-то 1 2 а то и в три недели и всегда конечно концентрация от удобрения просто минимальная потому что корешки очень тонкие боюсь обжечь так что стараемся стараемся сохранить этот экземпляр целости и сохранности завести это мастевалия может любое время года но особенно она предпочитает период с октября по март и единственный минус у этой красавицы то что продолжительность цветения всего лишь 10-14 дней но моя уже цветет неделю правда боковые цветы они еще только-только начинают свой распуск но посмотрим будет интересно сколько же дней она будет свести у меня но я не думаю что выдержит две недели так как все-таки в помещении у меня тепло они такие низкие температуры которые она предпочитает но посмотрим и еще хотела добавить что она очень не любит пересадку ее лучше переваливать так как если все-таки пересадка произойдет она может отложить свое цветение на 2 а то и на три года так что будьте с этим осторожны ну вот дорогие друзья такие у меня новости если вам понравилась моя яркая мандариновая мастевалия ставьте лайк а я буду уже с вами прощаться если все-таки остались какие то вопросы пожалуйста пишите в комментариях я всегда всем с радостью отвечу желаю вам хороших выходных побольше позитивных эмоций и безусловно цветения всем вашим орхидеям до новых встреч друзья мои